привет народ доброе утро день 2 я пришел на берег такого болота заболоченных местечко буду здесь рисовать сегодня воду на самом деле смотрите прямо так на нее сидеть не буду может иногда поглядывать я как бы сейчас потратил час разглядывая встал сегодня рано специально прийти на чистый до пришел пока еще не рисовал все это посмотрел погода вроде будет сегодня вот такая вот в дымке в облаках это хорошо я люблю такую погоду и постараюсь нарисовать такой таинственный туман так ребята буду потихоньку раскладывать мелочки у своей печки подогревать вчера уже почти ночь как бы темнеет рано и тем не менее 10 на вечер что-то я вот понял что в пленэр первый день прошел как-то не очень в силу как раз того что они были холодные и не получил это удовольствие от пастели потому что масляные пастели ну что одно из как раз удовольствие когда мелок вот именно гладенько ложится клёво так и в этом есть кайф то есть а когда он так шкребет это противно вчера я вечером развел костер и порисовал еще правда в свете костра не знаю что там получилось еще сам не смотрел давайте вместе посмотрим что же я нарисовал в ночи вот он этот рисунок ну да сейчас я начну но знаете что параллельно рассказывать не буду буду просто рисовать а потом скорее все поверх озвучит иначе это я сбиваюсь очень сильно и снимать надо и рисовать нужно и думать еще как-то как-то адекватно объяснить в данном видео когда я работаю над этим рисунком я применяю принцип смешения цвета на работе скорее всего в других видео я подробно остановлюсь на технике когда используется чистый цвет в этом случае это не так я смешиваю и очень сильно смешиваю план на рисунок был такой я ограничил палитру следующим образом я взял оттенки коричневых скажем так сепий так может быть охар и пытался ими придать общий такой как бы налетец хотя финальная часть должна выглядеть как холодный туман тем не менее подложка светящийся именно состоял из этих теплых второй слой важный слой по всей работе условно можно сказать это были как раз серые холодные начиная от почти черного до почти белого чисто белого нету чисто черного тоже нету а это может выглядеть так но по факту это все за миксованные цвета акценты самые главные должны мне были стоять на черном как раз то и желтым условно желтых оттенков черные это должны были быть стволы деревьев а желтые какие-то пятна листовые из скажем так из цветных еще каких-то таких оттенков это немножко холодно зеленых тонов в итоге создать определенную туманную атмосферу и вы немножко подчеркнуть черненький и желтенький вот такой простой план несмотря на то что освещение постоянно менялась я старался придерживаться плана и выдерживать ту цветовую гамму которую заранее определил позже дома я доработал этот этюд продолжает действовать также по этому плану по большому счету я усиливал какие-то контрасты добавлял в тени глубины и вариативности то же время некоторые части отдел более светлыми то есть как бы не работал с небом водой в комплексе и постепенно просто сводил это к общему в итоге вот таким способом получается такая многослойная работа но все эти словечки очень тоненькие они затерты и заполированы можно сказать в каком-то смысле слов и это как раз ты позволяет создавать массу градации каких-то градиентов штучек атмосферу воздух и настроение выражено в цвете не помню дословно но у дуга когда спросили как вы добиваетесь вот такой яркости в работах по моему он как раз так и сказал что я глушу цвета просто глушил заранее это в принципе ну разумно это единственный способ сделать что-то выразительно ярким и в то же время естественно чтобы не вся работа была вот такая как разноцветный мультик а была действительно какая-то атмосфера какая-то философия то есть именно за счет взаимоотношений вот этих яркостей я лично глушу цвет каким образом смешивая его либо просто растирая условно а что-то оставляют чистым относительно чистым у меня всегда есть запас по яркости и всегда есть запас по тону то есть если мне нужно нарисовать снег а на нем будет лежать нечто более ярко чем снег этот запас у меня будет следующее видео я думаю буду делать более понятными в каком смысле слова использовать фото какие-то видеоматериалы и рисовать предмета чтобы каждый мог повторить опираясь на конкретное изображение то что я говорю о приглушенных цветах это не значит что нельзя использовать чистые это право каждого и каждый выражается как может и как считает правильно тем не менее уметь смешивать и как-то дозировать яркости и тональности это очень важно не менее здорово быть свободным от набора в смысле от тех цветов которые есть в наборе то есть если у вас есть к примеру три-четыре мелка и и вы можете с помощью них смешать нечто большее выжать из них максимум градации то вы сами будете более развиты в масляной пастели и в принципе в живописи так друзья домучил я свой тюдик его конечно можно еще делать и делать но пора ехать домой плюс том что в папке он все равно немножко потрется в этой ну как размажется впитает там размажется поэтому все равно придется чуть доводить дома я то что хотел увидел вот эти какие-то отношения цветов взаимоотношения и так далее то есть вот это наверное самая основная цель вообще моих примеров это просто обогатить что-то как-то вот свяжите пишите комментарии побольше пишите в смысле то что побольше чего хотите видеть там может какие-то вопросы есть и так далее то есть идеи какие-то раз там вот уже мне написали там как работает допустим пастель ван гог словно да мне уже интересно снять именно предмет на пони там именно порассказывать за все эти слоёчки жирности потому что она действительно немножко отличается вот такие дела то есть какие-то идеи приходят в голову пишите не стесняйтесь и все такое то есть мне будет уже какой-то повод поснимать на какую-то тему пора заглагольствовать что хочу сказать вы все супер художники все будет круто мы на правильном пути и поэтому за 7 я прощаюсь с вами счастья ставлю чай пью воду из болота и уезжаю домой пока